Солнечный удар, обмороки, резкие скачки давления, опасности, которые поджидают человека летом. Порой мы даже не задумываемся о том, к чему может привести халатное отношение к собственному здоровью. Особенно пугают цифры смертности. Они не только не уменьшаются, а напротив, быстро растут. Так, например, в августе 2010 года от аномальной жары и смога умерло более 40 тысяч россиян, в том числе 9 тысяч москвичей. С приходом тепла в Одинцовском районе участились несчастные случаи, связанные с несоблюдением правил безопасности во время жаркой погоды. Мы решили выйти на улицы нашего города для того, чтобы провести очередной социальный эксперимент под названием «Рука помощи». Видя, что человеку плохо, многие люди проходили мимо, не обращая на пострадавшего никакого внимания. Ведь большинство людей мыслят стереотипно. Наверное, он что-то выпил или употребил, поэтому в помощи не нуждается, проспится и все пройдет. Но среди участников нашего эксперимента нашлись и те, которые были готовы оказать первую помощь незнакомому мужчине, вызвать скорую, проводить до дома или позвонить родственникам. Неравнодушные жители столкнулись с общей проблемой, что делать конкретно, какую помощь оказывать и куда звонить. Прежде всего, необходимо позвонить службу спасения по номеру 112, рассказать о случившемся, ответить на вопросы оператора, продиктовать правильный адрес и дожидаться приезда машины. Самостоятельно оказывать первую помощь пострадавшему можно лишь тогда, когда вы полностью уверены в правильности своих действий. Я считаю, что нужно помогать людям, и это мой долг. Ну, вы знаете, у меня есть медаль за спасение утопающих. Я ей горжусь, это самое заслуженное. У меня много медалей, но это самое ценное. Я всегда помогаю людям. Во всяком случае, стараюсь помочь. Не оставайтесь равнодушными. Дарья Сутягина, Екатерина Крамер, Леонид Бурдин. Телекомпания Одинцова.